Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухаралиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. То не дождешься, то сразу и много. В Цунтинском районе сошла лавина. Что говорят о погоде синоптики, смотрите в выпуске. Ушли в онлайн. Сегодня министр внутренних дел Дагестана и представители СМИ пообщались в формате круглого стола. Удача любит сильных. Дагестанские самбисты готовятся к чемпионату России, который начнется 26 февраля в Оренбурге. Сегодня в Цунтинском районе на дороге Шаурия-Агбали сошла лавина. Случилось все в 8 утра. Снежная масса вышла на полотно дороги. Жертв и разрушений, к счастью, нет. На место для расчистки дороги была направлена техника Дагавтодора. До окончания работ по расчистке все маршруты выполнялись по Бештинскому участку. Заморозки в Дагестане продлятся недолго. По прогнозу Гидромедцентра, после 20 февраля ожидается постепенное потепление температуры. Однако минусовая температура в ночное время сохранится до конца февраля. Сильных осадков в виде снега в Махачкале не ожидается. И такая погода сохранится сегодня. 18-19-го. Нас вверх возьмет юго-восточный фронт. При переходе на юго-восточный температура повесится. Но ночные температуры все равно останутся отрицательны, потому что феврал – зимний месяц. По прогнозу синоптиков, настоящая весна наступит в Дагестане в конце марта, после 20-го числа. А до этого жители республики ожидают переменчивой погоды. Теплые дни будут сменять холодные и даже морозные. Прошедшие сутки для дорожников Северного Кавказа выдались непростыми. Управление дорожного хозяйства Кавказа устраняло последствия непогоды над территорией почти 700 километров федеральной трассы по территории Дагестана. Всего на федеральных дорогах Северного Кавказа за последние сутки использовали свыше 7 тысяч тонн противогололедных материалов. В работе было задействовано 212 единиц спецтехники и 250 дорожных рабочих. Организована круглосуточная работа по зимнему содержанию трасс в регионах СКФО для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Сергей Меликов наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с пандемией. Церемония награждения прошла сегодня в управлении. Почетные грамоты главы получили порядка 30 специалистов ведомства. В рею главы поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за работу и отметил, что в самый сложный период, связанный с пандемией коронавируса, они были на передовой. На самом деле было бы совершенно неправильно мне отметить роль надзорных органов, прежде всего вашей службы, которая, наверное, я бы сказал, именно на переднем таком крае вместе с врачами встретила эту неизвестную для нас войну. Он добавил, что все решения во время пандемии коронавируса принимались совместно с Роспотребнадзором. Меликов отметил снижение темпов роста заболеваемости в регионе и сейчас рассматривается вопрос послабления остальных антикоронавирусных мер в случае, если положительная динамика сохранится. В свою очередь, главный санитарный врач республики Николай Попов подчеркнул, что работа ведомства направлена на сохранение достигнутой стабилизации и на осуществление контроля за соблюдением правил санитарной безопасности. Уважаемый Сергей Алимович, я хочу заверить вас, что мы также будем принципиально работать, самоотверженно работать и будем сплоченно работать вместе с этим замечательным коллективом. Спасибо. Мелких мошенников стало больше. Сегодня министр внутренних дел Дурашид Магомедов и представители средств массовой информации пообщались в формате круглого стола. По словам министра, по сравнению с прошлым годом число преступлений, таких как кражи, грабежи увеличилось более чем на 30%. Большую тревогу вызывает незаконный оборот наркотиков, который тоже значительно вырос. В этой связи он отметил недавнюю работу правоохранителя по задержанию мужчины, который намеревался сбыть крупную партию во всех городах и районах республики. Еще одна проблема, которую обсудили, это интернет-мошенничество. Как отметил министр МВД, их стало вдвое больше, однако число тяжких преступлений значительно снизилось. Министр отметил, что в большей степени связано это с изменением сознания граждан. Сознание наших граждан мы потихоньку, спокойно, целенаправленно, планомерно выходим из 90-х годов, когда жизнь человека практически, можно сказать, воношну суть. Поэтому отмечаю это как позитивное достижение всего нашего общества дагестанских. В ходе проверок специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану выявили нарушения в селе Микигели Вашинского района. Установлено, что предприятие имени Богатырева осуществляло реализацию зерна пшеницы без документов, подтверждающих их качество и безопасность. По факту проверки на директора предприятия Алибекова составлен протокол об административном правонарушении. Меценат Амар Муртузалиев выделит 5 миллионов рублей на помощь в вывозе мусора в Махачкале. Уже несколько недель власти Махачкалы своими силами организовывают вывоз мусора. Минприрода республики рассматривает варианты для определения нового регионального оператора. Амар Муртузалиев и ранее оказывал материальную помощь жителям республики. В период вспышки пандемии меценат помогал жителям Махачкалы, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Более 6 тысяч операций выполнили хирурги Республиканской клинической больницы за 2020 год. Большое внимание уделяется развитию и внедрению новых видов высокотехнологичной помощи. В числе приоритетных направлений операции головного и спинного мозга, сосудистая хирургия и многие другие хирургические вмешательства. Более 80% операции было выполнено лапароскопическим методом. Это без разрезов, с помощью нескольких проколов. Кроме того, больница одна из первых подключилась к помощи больным COVID-19. Около 1300 пациентов с симптомами коронавируса пролечились в перепрофилированном отделении медучреждения. И о спорте. Дагестанские самбисты готовятся к чемпионату России. Главные соревнования этого сезона стартуют 26 февраля в Оренбурге. Золотые медали будут оспаривать 40 наших спортсменов. И в эти дни они завершают подготовку в спортивной школе единоборств имени Газимагамеда Ахмедова. Тему продолжит мой коллега Курбан Рагимов. Уверенно и непринужденно 31-летний Расул Гасанханов начинает путь за третьим золотом чемпионата мира. Один из самых титулованных самбистов России пропустил два сезона из-за травм. Теперь все это позади. Сын и воспитанник заслуженного тренера страны Зайнулава Гасанханова в полной боевой готовности и нацелен только на победу. Подготовка. Уже четвертый год, наверное, мы сами тренируемся, не сборов, ничего нет. Как обычно, да, отец Зайнулава, Гасанханов, Махач, тренер у нас здесь Магамедов. И вот я сам, да, мы сами здесь в зале пошли тренируемся утром, вечером. Не знаю, всю жизнь занимался этим видом спорта, да, и как бы все равно, что захотелось, попробую еще раз, один-два года еще и потом подхонку завершу уже. До старта соревнований остается меньше десяти дней. Сейчас самбисты больше работают в парах, проводят тренировочные спарринги. Чемпионат России традиционно пройдет в двух разделах – спортивное и боевое самбо. Наши больше преуспевают во втором. Здесь разрешена ударная техника, поединки максимально похожи на смешанные бои. На захватах работают. Удари, потом захваты. В прошлом году самбисты из этого зала привезли домой четыре золотые медали. Предстоящий турнир пропустит один из лидеров – двукратный чемпион мира Мухтар Гамзаев. Но в команде уверены – спортшкола имени Ахмедова, известная в народе как «Спартак», подтвердит свой класс. Как центр боевых искусств, именно самбо, именно в этой школе у нас уже сколько лет мы занимаемся, да, и наши ребята, которые и поколения, до них, которые были поколены, тоже приносили такие же результаты высокие, да. И как бы уже в обычае, как традиции стали, уже от поколения к поколению это передается, и ребята, знаешь, уже такие, держат планку, да. Десять лет в самбо. Загид Гайдаров с детства мечтает о победе на Мундиале. В прошлом году он наступился в шаге от финала, став третьим. Теперь все начинается по-новой. Действующий чемпион страны намерен повторить свой успех и пройти отбор на чемпионат мира. Настрой такой же, как всегда. Подготовка тоже, как обычно у нас. Вот мы все в «Спартаке» собираемся, все сборники, кто на чемпионате видит. Это первый зал, который начал тренироваться самбо. Ну, с этих дней, что-то, вот, потому что хочу выиграть чемпионат мира и выполнить мастер спорта международный, заслуженный мастер спорта. И это держит, наверное. То есть такая детская мечта, можно сказать. Да, детская мечта, можно сказать. С детства начал тренироваться именно по самбо и хочу выиграть чемпионат мира, хотя бы два раза. Подготовка команды вышла на финишную прямую. Так как чемпионат России пройдет в новых весовых категориях, борьба в Оренбурге обещает быть непредсказуемой. Турнир пройдет с 26 февраля по 1 марта. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин